Музыка Вы знаете, сейчас очень интересно, Юрий Николаевич задумал, идея, я считаю, очень интересная. Он хочет возродить те произведения наших советских, можно сказать, прошлых времен, нашего начала века, балетмейстеров, которые внесли большой вклад в развитие хореографического искусства. Замечательный балетмейстер Нина Анисимова, который поставил прекрасный балет Гайене на музыку Арама Хачатаряна. Этот балет был поставлен еще и в Уфе, и еще в Ленинграде, а поставлен был в Перми во время войны и перенесен в большой театр. Понимаете, и вот сейчас, так сказать, целый сюит из этого балета, Юрий Николаевич его притворяет в жизнь. Это будет вечер Нина Анисимова, и второй будет вместе Василий Иванович Войнонов, который вообще внес колоссальный вклад в целый ряд в своих балетах. Прежде всего, конечно, балетом «Пламя Парижа». Василий Иванович Войнонов стал целый ряд замечательных номеров, где исполнялся премьер вальс Машковского, блистательно, совершенно неповторимо, недостижимо по своему мастерству, виртуозная балерина Ольга Лепешинская. Невероятным кавалером Петром Гусевым. Юрий Николаевич хочет сделать гениальный танцовщик века Вактанг Чебукьяни. Вактанг Чебукьяни – это была эпоха нашего времени. И он такой же был блистательный балетмейстер. Он поставил великолепную Лауренцию, которая была новым словом вообще развития балета, просто. И вот Юрий Николаевич решил поставить фрагмент свадьбы Франдоза и Лауренции. Вот такой подэсси с подругами, с друзьями там, и характерный танец Фламенко, чтобы Вактанг Чебукьяни был представлен. Ну, не говоря о том, что Вактанг Чебукьяни поставил замечательный номер. На Галину Улану, нашу великую, величайшую балерину Галину Улану, изумительной красоты номер Шумана. А второе отделение будет замечательный балетмейстер, который внес колоссальный вклад в развитие всего русского балета Леонид Михайлович Лавровский, который поставил Роману Джулетто. Он был первым, кто поставил этот балет. Никто не мог его поставить у Прокофьева. Вы знаете, музыка настолько была впереди своего времени, и когда Сергей Сергеевич Прокофьев принес его в Большой театр на прослушивание в Бетховенский зал, все ушли. Никто не понял этой новаторской, гениальнейшей музыки. И тогда Прокофьев повез его в Ленинград. И там Федор Васильевич Лопухов отдал Лавровскому. И Лавровский сумел понять эту великую музыку и поставить балет с Галиной Уланой, Арсением Ирмолаевым, Корнем и так далее. Это было просто новое явление в балете. Ромео Джулетто потом поставил Фадетто, потом поставил целый ряд других. Четную престорожность уже он ставил. Он много ставил. И вот он поставил Вальпургевую ночь в опере Фауст. Это величайшее просто произведение искусства, которое просто является образцом до сих пор. Нельзя смотреть спокойно. Большой театр возил его в Лондон. Первые гастроли, которые пошло триумфально просто. Понимаете? И вот эту сцену Вальпургевую ночь Леонид Михайлович Лавровский, Юрий Николаевич, включил программу. И, конечно, балет. Кусочек погонений. Фрагментарно. Наверное, к нам приедет помогать даже сын Леонида Михайловича, Михаил Леонидович. К чему я очень рад. Вот замечательный танцовщик, лауреат Ленинской премии, народный артист, замечательная, выдающаяся личность, прекрасный человек. И балетмейстер, кстати, интересный балетмейстер. И вот он будет показывать нам, так сказать, помогать нам в постановке Вальпургевую ночь и фрагменты погонений. Вот эта колоссальная работа нас ожидает впереди. И мы, конечно, очень надеемся, что зрительный зал будет полный ошлаг. И мы доставим большую радость и удовольствие новой работой, которая является, конечно, очень интересной. Зрители познакомятся с теми балетмейстерами, которых они даже не знают, но которые внесли колоссальный вклад своими талантами и которые должны жить и существовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова